Стройка стоит, работы не ведутся. Можно сказать, многоквартирный дом на Лежневской 213 заморожен. Баталии разворачиваются в суде. Застройщик компании «Веромарк» пытается взыскать сумму неотработанного аванса субподрядчика. Раньше эти функции выполняла домостроительная компания. Ее задача была построить панельную секцию дома. ДСК разорилась и исполнить обязательства не может. Теперь перед дольщиками виноват и «Веромарк». Сейчас наметить какие-то конкретные сроки не представляется возможным, хотя переговорный процесс параллельно с судом определенно ведется с стороны индустрии ходинга. Высказываются определенные предложения по завершению с их стороны обязательств. Но как только это приобретет опять-таки какой-то официальный статус договорных отношений, тогда будем планировать новые графики, обозначать новые сроки. Строительные работы здесь остановились в прошлом году. Этажей по проекту должно быть 17, готовы только 14. У правительства региона эта стройка под надзором. Сейчас возможны два варианта развития событий. Достроить дом в виде монолитного исполнения. И сегодня на это есть проект и готовится уже рабочая документация. На тот случай, если не удастся реализовать второй вариант, это все-таки договориться с компанией «Строиндустрии Холдингс», с Ивановской ДСК, с Банком российских капитал и с Минстроем. Во время визита в регион министр строительства отметил, что даст указание банку-сонатору проработать вопрос исполнения обязательств и предоставить панели для строительства дома. Правительство прорабатывает проблему с Минстроем. Решение будет касаться объекта на улице Зверева, 22 и этого комплекса «Зеленая роща» на Лежневской. Это еще одна стройка. Ее можно назвать удачной. Славянский дом возводит на улице Профсоюзной красивый жилой комплекс. Работы не остановили даже во время визита заместителя председателя правительства. На объект у властей большие планы. Мы этот объект попробуем включить в программу Минстроя, в программу стимулирования развития жилищного строительства и за счет федеральных средств построить дорогу от Шереметьевского проспекта сюда, мимо Шереметьев парк-отеля и новым жилым комплексом. И это, мы считаем, существенно простимулирует и покупательский спрос и будет содействовать развитию жилищного строительства. Этот жилой дом на Профсоюзной с закрытой автостоянкой и гаражами по проекту будет достроен в четвертом квартале 2019 года.